Несколько лет назад, ребята, в моем арсенале появилось первое устройство WORX. Это был универсальный лобзик, который и так раскладывался, и так, причем появился совершенно случайно. Я думал, что за какая-то левая фирма, но мне так понравилось им пользоваться. Потом у меня появилось второе устройство, это была аккумуляторная циркулярка, потом третье устройство, это был аккумуляторный триммер. И вот в этом году моя коллекция WORX пополнилась, и пополнилась, как мне кажется, очень важным для меня устройством, которое будет помогать мне в обрезке сада, потому что каждый раз выполнять ролик вилибристо и думать, упадешь ты или не упадешь в руках с бензопилой, когда ты опиливаешь крупные ветки, ну, честно говоря, как-то немножко стрёмно. А вот эта штука, как мне кажется, очень сильно в этом поможет. Но давайте сейчас вместе с вами её распакуем и посмотрим вообще, что же это такое вообще. Это нужная вещь в хозяйстве или это полная какая-то чепуха и напрасно выброшенные деньги. Что это за волшебный прибор такой? Итак, инструкция по эксплуатации и ремешок. Ну, и год гарантии. Инструкция на русском языке. Прекрасно. Изучим её, когда что-нибудь сломается. Шутка, ребята. Конечно, я её изучу сразу. Так. Ух ты. Такая тяжёленькая, друзья. Так, чтобы ничего не поломать, ребята, всё-таки я решил изучить инструкцию. Не когда что-то сломается, а прямо сейчас. Как всегда, здесь много-много всего по технике безопасности. Вот эта вся штука поставляется вот в разобранном составе. Давайте мы её внимательно рассмотрим. Имеет три положения. Простое. 15 градусов и 30 градусов. То есть, можно пилить под любым углом. Здесь вот такой вот колпачочек, который предохраняет контактную группу. Ну что, грамотно сделано. Ну, давайте соберём. Опа! Всё, закрыли. Друзья, поскольку это высота рез, и резать мы будем на высоте, я, в общем-то, поэтому вышел на улицу, чтобы вам лучше показать. Вот до такой вот он высоты раздвигается. Ну, давайте продемонстрирую. Пока чисто теоретически, вот, наверное, вот эту вот верхнюю ветку я смогу спилить. Но такой он увесистый, я вам хочу сказать. То есть, в любом случае, нужно будет ремень, который я сейчас присоединил. Рассмотрим теперь эти элементы по отдельности. На что я ещё хочу обратить внимание, ребята. Вот здесь вот такая вот имеется ёмкость для того, чтобы заливать масло. Ну, как и у любой бензопилы. То есть, по сути, такая маленькая бензопила, только аккумуляторная. Так, масло у меня есть, так что мы сегодня с вами и испытаем. Натяжитель цепи высоты реза механический, но по ощущениям очень удобный. Теперь давайте вот эту часть рассмотрим. Ну, рукоятка, я хочу сказать, ну, такая относительно удобная. И, как всегда, она такая двумя пальцами надо нажимать с предохранителем. Когда запустим, узнаем, как это работает на самом деле. Ребята, вот эта кнопка вообще бомба. Смотрите, это можно в одну сторону, можно в другую сторону повернуть. То есть, грубо говоря, если у вас дерево, сучок находится под углом, вам и вы не можете подлезть, то благодаря вот этой штуке вы сможете легко это сделать. На что я обратил ещё внимание. Вот, если вы зайдёте на сайт WORKS, увидите, у них есть один и тот же инструмент по разным ценам. А всё почему? Да потому что есть инструмент с зарядным устройством и аккумулятором. Или вот, как в моём случае, просто сам инструмент. Потому что, ну, мне не нужны уже новые аккумуляторы. Они все универсальные. Вот я попросту прикрепил всё. Мой прибор фактически уже снаряжен. Но прежде чем мы будем его испытывать, надо сделать одно очень важное дело, ребята. По счастливому стечению обстоятельств у меня есть цепное масло. Как раз такое, которое нужно. Я, честно говоря, злоупотребляю. В обычную бензопилу часто лью отработку. Но сюда мы добавим то, что нужно. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай, ребята, промахнулся. Полный бак у меня получился. Даже чересчур. Боже, сейчас я чуть-чуть отолью. Ну вот, облил маслом свой высоторез. И он из нового высотореза превратился просто в высоторез. Теперь добавим к нему ремешок. Как нарисовано в инструкции. Вижу. Маловато будет. Для того, чтобы делать, как показано на картинке, мне приходится практически полностью его выдвигать. Испытание мы будем проводить вот на этой груши. Так, собралось все это легко. Опа. Одеваем это чудо китайской техники на плечо. Сначала надо снять чехольчик. Так не получается. Так, ребята, волнуюсь не меньше вашего. Работает. Ну что же, испытываем давайте. Ну вот у меня есть вот такая вот веточка, которая здесь совсем не нужна. С веткой диаметром 3 сантиметра справилась очень легко и очень быстро. Давайте выберем цель помассивнее. У меня есть вот такой вот укоренившийся волчок. Ну у него уже, я хочу сказать, диаметр сантиметров 10. Так, теперь важно понять, как действовать. Ну, прямым резом. Друзья, ну я вам хочу сказать, что я впечатлен этим прибором. Как и любая другая техника WORX, которая есть у меня, вот это абсолютно точно не будет простаивать. Смотрите, какой ровненький срез. Какой ровненький он на дереве. Ну, 10 сантиметров справился вообще легко. Ну, поскольку у нас с вами честный тест-драйв, напоследок испытаем этот высотный рез веткой толщиной с руку взрослого человека. Видите, когда он не справляется, фух, он автоматически приостанавливает свою работу. Один маленький минус, но это скорее придирка, чем заслуженный недостаток, заключается в том, что, ну, сантиметров бы на 5 подлиннее была шина, было бы лучше. Объясню почему. Потому что иногда, вот как в этом случае, мне ветка мешает полностью подлезть к обрезке, ну, с земли, если я это буду делать. И в этом случае, конечно же, шина чуть-чуть побольше бы не помешала. Сейчас я подпиливаю немного с другой стороны, чтобы мне на голову, главное, не упало. Хоп! Прибор-то работает! Не буду затягивать это видео, потому что и так все ясно. Прибор, ребята, офигительный. Рекомендую, если у вас на участке есть высокие деревья, которые нуждаются в периодической обработке, вот три толстенные ветки я срезал, просто нисходя фактически вот с этого места. Без лестницы, без всего. И это я его еще даже не раздвигал. Вы представляете? Если его раздвинуть, то это получается вообще какой-то монстр. Вот. Но это получается достаточно такой мощный прибор, для которого можно достичь фактически до любой ветки, которая нуждается в обрезке. Вот на этой позитивной ноте я с вами прощаюсь, потому что у меня вон там впереди еще вон-то дерево. А там объем работы. Ого-го! Не на один день хватит. С вами был честный тест-драйв на канале Мои Увлечения. Пока, ребята. Увидимся через неделю.